Световые фонтаны, подвески, гирлянды на стволах деревьев. Все эти украшения создают праздничное настроение во всех районах города. Вся иллюминация уже подключена к системе городского освещения. И после тестовых включений уже сегодня вечером парки, скверы, улицы города и набережная засияют яркими новогодними огнями. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией новогодние массовые гуляния на территории Самары проводить не планируется. Вместе с тем общественные места оформляются для создания праздничной атмосферы. В городе залили более 120 бесплатных катков. На площади Куйбышева уже установлен елочный комплекс. Формируются фотозоны и площадки. Так, усадьба Самарского Деда Мороза в этом году рассредоточена на пяти отдельных локациях. Изба Деда Мороза, волшебный дуб, чудо-печка, избушка Бабы Яги, ледяное царство. Самарцы уже успели оценить лед. Ну как вот, глядя на эту красоту, не думать о празднике. Елки наряжены. Взрослым-то тяжело сидеть дома, а говорить о детях-то им необходим свежий воздух. И каток – это зимнее наше счастье. Вот, конечно, здорово. Он присутствовал неделю назад. Как только включили елочку на площади Куйбышева, живем здесь рядом, ходим на каток с детьми. Естественно, благодаря всему этому настроение поднимается, повышается не только у взрослых, но и у детей. У нас праздничное настроение. Ждем, когда все здесь заработает, когда Дед Мороз придет в гости повеселить наших детишек. Если бы этого всего не было, как бы вообще выживать на белом свете. Нет, это на самом деле очень хорошо. Зимой все это должно быть, несмотря на пандемию. Основной принцип работы новогодних площадок в этом году – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок всей семьей. Елена Малютина, Сергей Баскин, Николай Сидоров. События.